День Крещения Руси Крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в истории Древней Руси. Оно положило конец языческой и начало христианской истории России. С православием князь Владимир был знаком не понаслышке. Его родная бабка, княгиня Ольга, первой из русских правителей, крестилась еще в 957 году в Константинополе. Крещение Руси произошло в конце X века. Случилось это в 988 году в захваченной князем Владимиром византийской Корсуне. Там Владимир вместе с дружинниками принял крещение от епископа Корсунского. Вслед за ним крестились многие приближенные. Массовое крещение народа произошло у местов падения в Днепр реки Почайны. Киевляне по приказанию князя вошли в воду, а маленьких детей держали на руках. Священники с берега читали молитвы, и таким образом все киевляне были окрещены в один день. Вслед за Киевом христианство пришло в другие города Руси. Христианство способствовало развитию грамотности, книжного дела и культуры. При церквях и монастырях появились школы и библиотеки, первые из которых были открыты по инициативе самого князя Владимира. Здесь же трудились первые русские летописцы и художники-иконописцы. Получила распространение духовная церковная музыка, в основе которой лежала византийская культура. Это была новая эстетика, утонченная, сложная, своеобразная. Песнопения не были похожи на русские народные песни, на языческие восклицания и причитания. По летописному сказанию, именно красота храмов, колокольного звона и церковных песнопений стала одной из причин выбора князем Владимиром православия. После своей кончины князь Владимир был погребен в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви. Это случилось 15 июля 1015 года. В 2010 году мощи святого Владимира в оригинальном ковчеге были торжественно переданы Русской Православной Церкви и размещены в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. А на Боровицкой площади возвели памятник князю Владимиру. Во многих православных храмах можно увидеть икону святого князя Владимира. Икона символизирует единство православных верующих и призывает к мирному сосуществованию и братству. В православных церквях в день крещения Руси совершаются богослужения по уставу Великого праздника. А ровно в полдень по местному времени в каждом храме начинают звонить колокола. Жива святая Русь, жива Россия, горят ее, сияют купола, от моря и до моря с новой силой звонят, звонят ее колокола. Руси совершаются богослужения по уставу Великого праздника.